Давайте начнем, наверное, с этих самых долгов, которые сегодня по поручению Кадырова погашаются различными кадыровскими чиновниками, приближенными к нему людьми. Они просто ходят по магазинам, берут долговые тетради и погашают эти долги людей. Самое неприятное во всей этой истории это то, что любая благая акция, она обязательно имеет какой-то подвох, какую-то корысть со стороны Кадырова. Даже вот эти вот элементарные вещи, доброты какой-то, их нельзя сделать вот действительно по-доброму, просто так. Неужели действительно просто нельзя в какой-то момент решить сделать что-то благое и помочь людям? Зачем погашать долги в магазинах людей, если основная проблема людей это не долги в магазинах, это долги перед государством? Возьмите на себя долги перед государством. Пусть приближенные Кадырова у его чиновники, богатые люди. Пусть они погасят долги перед государством за коммунальные услуги, за газ, за свет, за иные какие-то ЖКХ и так далее. Это ведь в основном обременяет людей. А долги в магазинах люди как-нибудь сами погасят. Это не основная часть проблем этих людей. Хотя в целом я не против, чтобы эти долги тоже вы взяли на себя. Но начните все-таки с основной проблемы. Основная проблема это долги перед государством. Вы, чиновники, являетесь тем самым государством. То есть эти люди должны вам. Вы в лице государства являетесь вот этими кредиторами. Возьмите на себя эти долги. Как я вам раньше предлагал, мораторий объявите на один год на покупку цветов. Просто скажите, что мы не будем дарить цветы. Один год, ни на какие праздники, все отменяем. И вы сохраните миллионы, миллионы, сотни миллионов рублей. И пустите эти сотни миллионов рублей на погашение вот этих долгов населения. Прям создайте фонд. Фонд погашения долгов населения перед государством. Пустите эти деньги туда, а затем распределите. И вот люди будут вам благодарны. Реально люди будут вам благодарны. Может быть вы поправите свое положение, свою репутацию в глазах людей. Люди закроют глаза на многие ваши проблемы, потому что вы действительно им поможете. А то, что вы сейчас под камеры ходите, берете долговые тетради и погашаете эти долги, занимаясь вот этим дешевым пиаром, дешевой пропагандой. За это люди вам благодарны не будут. Люди просто это, как есть это поймут, как я вот сейчас объяснил. Дешевая пропаганда, дешевые трюки. И даже спасибо вам за это не скажут. Ну, на камеру скажут, но реально не скажут. А вот если вы решите проблемы людей перед государством, ни отсрочки, ни там, вы будете платить в течение полугода, нет. А мы берем на себя. Мы не дарим цветы в этот год, чтобы закрыть ваши долги перед государством. И вот так вот, если вы поступите, то люди будут вам благодарны. Можете взять меня себе в этих пиарщики. Я, видите, даю вам полезные советы, как себя пропиарить и реально сделать доброе дело людям. Тогда придется закрыть цветочные магазины. Ну, на один год всего лишь. На один год. Да, цветочные магазины закрывать не придется. Они понесут, конечно же, убытки. Обычные люди-то будут дарить цветы. Я же говорю, что от подарков, от дарения букетов отказываются чиновники. Это они на сотни миллионов в год дарят эти букеты. Обычные люди будут продолжать дарить, но это, разумеется, доходы очень сильно упадут у этих магазинов. Да, один год придется им, наверное, потерпеть, но зато долги населения будут закрыты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok